Видео предоставлено сайтом online-godaz.net, номер 727, Англера Маккарыча, 7 класс. При делении натурального числа А на натуральное число В частном получили С в остатке D. Могут ли все числа В, С, Д быть нечетными? Итак, формула выглядит следующим образом. Мы делим наше число А. Частное получили С, делитель – это В и остаток D. Проверим на конкретных примерах наше утверждение. Итак, пусть А будет нечетное. Тогда результат такой. 17 – это 3 умножить на 5 и плюс 2. Мы видим, что число А, В и С нечетное, D – остаток четный. Далее. 18 – число четное. Представить можно в таком виде. 1 умножить на 17 плюс 1. Все числа, кроме А, нечетное, а число четное. И пусть у нас будет частное четное и делитель четный. А число А и число Д – нечетное. 11 – это 2 умножить на 4 и плюс 3. Мы делаем следующий вывод. Если делитель и частное – нечетное, то произведение нечетных чисел – число нечетное. И тогда или в остатке будет четное число, или делимое будет четным числом. Это случай 1 и случай 3. Далее. Если делимое А нечетное, то будет или в остатке четное число, или произведение делителя на частное – это четное число. Это также указывает на пример 1 и 3. И если второй случай, что отчетное число, а все остальные числа нечетные, нам дают такой ответ. Одновременно все числа нечетными быть не могут. Больше видео подписывайтесь на наш канал на YouTube.